аппликация для коррекции нижней челюсти и частично области декольте собственно нас интересует вот это до зона фасциального растяжения для этого мы будем использовать две комбинации аппликации это подтягивающая область вокруг глаз непосредственно в области скуловой дуги то есть мы будем смещать как правило ткани вверх по направлению к виску то есть чтобы подтягивать вот этот регион и дополнительно будем использовать натяжение по боковой поверхности шеи по направлению примерно к остистым отростку c7 косо вот как располагаются сейчас мои руки соответственно вот в этом направлении будем смещать покровной ткани мы всегда можем опять же спрашивать куда приходит натяжение то есть потестировали мягкие ткани ожидаем что при правильном смещении клиентка нам говорит что чувствую натяжение вот здесь по нижней части до нижней челюсти да если мы смещаем в области глаз то соответственно будет на нижнюю часть рта и область губ сместили запомнили с какой силы вы смещали и в каком направлении самое главное и используем две комбинированные аппликации в области виска и области скуловой дуги и с двух сторон по направлению двигаться будем к остистому c7 первая аппликация у нас будут шириной два с половиной сантиметра длина один квадратик располагаться будут в области начиная от скуловой дуги в области в проекции примерно височной кости с одной и с другой стороны снимаем подложку располагаем якорь в области скуловой дуги опять же помните всегда как вы смещали покровной ткани в направлении для коррекции нижней челюсти и одномоментно снимая подложку я толкаю мягкие ткани наверх и фиксирую их в этом положении и после этого еще раз активирую в этом же направлении после этого дублируем аппликацию с противоположной стороны располагаем якорь снимаем подложку и одновременно с толканием тканей апплицирую нанося тейп и дальше активируем сторону как смещали ткань и и вторая часть аппликации вам потребуется длина два с половиной квадратика шириной с два с половиной сантиметра и желательно центральную зону разрезать на несколько полосочек это как правило фонарик где четыре терапевтические зоны пополам пополам и каждую из них еще пополам и вам понадобится две такие аппликации в чем основная задача мы будем смещать социальный футляр в области шеи для коррекции нижней челюсти и частично передней поверхности шеи мы как будто бы зацепляемся за верхнюю порцию трапеции как я это показываю сейчас пальцем в данном случае и буду смещать покровной ткани в этом направлении по направлению естества отростка c7 располагаем якорь а как будто бы цепляемся и вот я могу сейчас показываю как подергиваю ткани затягиваю их в этом направлении снимаем подложку стерапевтической зоны и одномоментно когда я толкаю ткани по направлению x7 я наношу аппликацию затягивая ткани таким образом в этом направлении и дублирую вторую аппликацию снимаем подложку снова зацепляемся на переднюю поверхность верхней порции трапеции как и смещали когда тестировали ткани снимаем подложку стерапевтической зоны и как обычно начинаем толкать смещать ткани пальцем или рукой и фиксируем одновременно в этом направлении тейп тейп не всегда у вас может идти ровно к направлению к c7 это не страшно зависит все от результата тестирования данном случае при смещении ткани ближе к области т2 т3 у нас более сильная корректировка передней поверхности шеи и область куловой дуги альтернативный вариант аппликации для коррекции области нижней челюсти и передней поверхности шеи в этом случае у нас будут располагаться аппликации за ушной раковиной в области прикрепления груди на ключ состовидной мышцы и 2 аппликация будет располагаться по середине верхней порции трапеции смещать покровную фасцию в этом направлении а другая фиксировать и стабилизировать ее в этом направлении то есть соответственно 1 и 2 как обычно сначала проводите диагностику а после этого тейпируйте для первой аппликации нам потребуется всего лишь один квадратик тейпа шириной два с половиной сантиметра в области сухожилия мышцы располагаете якорь и далее снимая подложку с тейпа одновременно толкаете кровной ткани наверх и фиксируйте их тейпом и после этого активируем тейп обязательно следите за тем чтобы волосы не попадали в аппликацию и вторая аппликация расположение в этой зоне когда будете клеить самостоятельно голова уже будет у вас в нейтральной позиции соответственно первая аппликация будет с легким растяжением то есть боковым наклоном в этом направлении 2 аппликация в нейтральной позиции как обычно протестируйте как правило в этом случае двумя пальцами в каком направлении смещение дают большую коррекцию по передней поверхности и затем расположите аппликацию вам потребуется два квадратика чуть шириной больше чем два с половиной сантиметра и разрез на четыре части в виде фонарь к укладываем якорь впереди от верхней порции трапеции снимаем подложку и как обычно начинаем толкать мягкие ткани назад и фиксировать в этом положении с другой стороны аппликация будет выглядеть аналогично